МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Даже с большим трудом оторвался от всего этого зрелища, чтобы, наконец, к выпуску подготовиться. Начну с Сергея Мавроди. Основатель МММ заявляет, что его телеканал действительно будет круглосуточным, для чего предложил желающим складывать на специальный FTP-сервер свои видеоматериалы. Причем по делу, а не детское порно. Пользователи... Ну, нельзя сказать, что пользователи вняли его призыву. Если сначала туда стали заливать всякие конспирологические видео типа фильма «Дух времени», то потом начались файлы в стиле «Просто здесь был Вася». В отсутствии контента можно смотреть либо записи включений самого Мавроди, как вот сейчас вы можете сделать, либо видеозапись жизни рыб в аквариуме. Вот, правда, мне лично не повезло, я даже рыб не дождался, пришлось наблюдать белый шум. Популярность видеохостингов типа YouTube, доступный широкополосный интернет, дешевые камеры и множество программ по обработке видео позволили запустить свой интернет-канал практически кому угодно. Кто-то, как вот, например, знатный диссидент Валерия Новодворская, я надеюсь, сейчас как раз ее телеканал появился перед вами, она сильно не напрягается, ставит камеру, записывает монологи или диалоги с приглашенной звездой на Новодворское ТВ, это мой однофамилист Константин Боровой. Певица Анита Цой запустила целое Цой ТВ на мультимедийной платформе ЯТВ. Канал презентовали очень сильно, очень так роскошно еще 15 октября, но вот с тех пор его, кажется, совсем никто не смотрит, по крайней мере, никто практически не комментирует, и контент там, ну прямо скажем, не блестящий, кроме песен Анита Цой смотреть больше не на что, если вы, конечно, любите песни Анита Цой. В сферу самопальных телеканалов также проникает профик на наше счастье. Вот программа 100500 видеопортала Карамба ТВ стабильно попадает на высшие места в рейтинге лучшего видео YouTube. К сожалению, мы ни один выпуск показать не сможем, там очень много мата, но следует отметить, что сделано все профессионально. Столь же сильное впечатление производят парни из Карма ТВ, горячо рекомендую лично от себя. Они, в частности, обратили внимание на телеканал «Дождь» и в рамках своего канала создали зимнюю серию телеканал «Снег», самый чистый канал в России. Опять же, рассказывать об этом бессмысленно, лучше наберите в поиске YouTube «Карма ТВ» и смотрите сами. Очевидно, что создатели самостоятельных телеканалов в интернете преследуют самые разные цели. Вот Сергей Мавроди, например, собирается продвигать свой проект «МММ-2011», а также бороться с несправедливостью в рамках страны и, наверное, даже мира. Анит Ацой хотела бы раскрутить свои песни. Те, кто работает над выпусками «Карамба ТВ» и «Карма ТВ», очевидно, прежде всего дают волю своей творческой энергии, ну и заодно ищут способы подзаработать на своих проектах, наверняка даже и находят. Хотя, к нашему счастью, чистое самовыражение в этих проектах преобладает. Коллеги. Спасибо, Володя. Владимир Боровой о телевидении нового формата. У нас в гостях сегодня Сергей Евдокимов, заместитель директора дирекции праймового вещания НТВ. Добрый вечер, Сергей Витальевич. Про НТВ мы сегодня не говорим, так как вы преподаете в МГУ? В МГУ, да, на журфаке. На журфаке. Телевидение преподаете? Телевидение, современное телевидение. Вот о современном телевидении и будем говорить. Зачем все это нужно? Сергею Мавроди, Аниди Цой, кормите его. Как говорил Орхол, у каждого должно быть 15 минут славы, но, видимо, 15 минут славы недостаточно, хочется больше. Это, наверное, первая причина, вторая причина. Но если говорить конкретно о Мавроди, это, конечно, тренд на возвращение 90-х, героев 90-х. Вот, как видим, всякие затейливые финансовые схемы тоже сейчас как-то модные стали, актуализировались. Вот. Ну и, конечно, это общее развитие технологий. Я просто поясню, что, например, когда появился синтезатор и компьютерные программы, ну, музыкальные компьютерные программы, сочинять музыку стало легко. И теперь этой музыки много, и, по большому счету, она перестала быть кому-то нужна. Или, когда, например, появился интернет, жешешечка уютная, сколько туда полилось непризнанных гениев, графоманов, которые стали писать туда свои тексты. То же самое телевидение, появление дешевых камер, широкополосный скоростной интернет, возможность выкладывать, находясь в любой точке какой-то видео, и, конечно, приводит к тому, что люди хотят как-то заявить миру о себе, прославиться. Ну и, конечно, фрики, фриковость, фриковость. Вот фриков всем интересно наблюдать, тем интересно себя показывать. А вот люди, ребята из Кармы ТВ, ваши приятели, Роман Супер и Александр Ружанов, они-то как раз телевизионные зубры, можно сказать. Ну, они молодые люди. Они работают на федеральных каналах, но, тем не менее, делают совершенно другое телевидение. Зачем? Можете за них ответить? Ну, я могу за них ответить, что, во-первых, наверное, ну, во-первых, они молодые, они еще не зубры, им по 25 лет. Зубрята, да. Звучит как название какого-то молодежного политического движения. Вот. И они, возможно, просто набивают руку, таким способом самовыражаются. Вот. Ну, а во-вторых, наверное, они пока не находят способов возможности выразить себя в большом телевидении, потому что то, что они делают, ну, скажем так, имеет потенциально не очень широкий круг зрителей. Вообще, тем не менее, было время, когда, например, в США появилось огромное количество подпольных радиостанций, где люди самовыражались, и было очень много интересных примеров. Сейчас, вот, несмотря на то, что вы говорите, да, о самовыражении, о фриках и так далее, это не так уж и много, то, что мы видим в интернете. И нету действительно, ну, или почти нету действительно оригинального и интересного продукта. Хотя, почему бы, казалось, почему бы ему не быть? Ведь огромное количество действительно талантливых людей могли уже, могут себе это позволить. Ну, а с другой стороны, откуда ему взяться? Вот откуда ему взяться? У нас, на самом деле, я не сторонник вот этого большого заблуждения, что русская земля богата талантами, что они все в ней зарыты. Нет, далеко нет. Ну, скажем так, у нас отсутствует профессиональное образование по многим направлениям. Это же и касается телевидения. Вот. Так что... А не может это быть как альтернатива тому, что показывают на центральных каналах? Ну, как вам сказать альтернативу тому, что такого не показывают на центральных каналах, что есть в интернете? Вот что принципиально другое есть в интернете? Просто способ общения. Ну, это не способ общения. В интернете на том же Ютьюбе смотрят то же самое большое телевидение, только нарезанное на ролики. Там на фрагменты большой разницы. Какой-нибудь вчерашний выпуск «Прожектора Перес Хилтон», который не успел посмотреть. Я, например, программы нашей дирекции, вот, НТВшной, ну, просто не успеваю посмотреть на работе. Там выходные смотрю на Ютьюбе, потому что это, ну, способ как бы быть в курсе того, что ты упустил. Я считаю, что интернет – это всего лишь способ доставки контента. Это не какая-то самостоятельная уникальная среда, где формируется что-то новое, необычное. Наоборот, если вы посмотрите вот этот контент интернет-телевидения, то в основном это традиционный телевизионный жанр говорящей головы. То есть сидит какая-то голова, тот же Мавроди, та же Новодворского, вот сидят две головы и говорят. Степень интересности зависит от степени фриковости того, кто это говорит. То есть вы отказываете вот этому явлению в каком-то развитии, которое приведет действительно к любопытным оригинальным мини-телеканалам? Нет. Ну, чем тогда интернет-канал будет отличаться от обычного телевизионного канала через спутник там или через Акадо какой-нибудь? Вот. Тогда он ничем не будет отличаться, просто, ну, будет идти через интернет. Тут же речь идет немного о другом, что интернет, ну, эти люди, которые делают интернет-телевидение, они говорят, что мы придумали другое, принципиально иное телевидение. На мой взгляд, оно ничем не отличается от телевидения уже существующего. Более того, на нем паразитируют в каком-то смысле, там пародируют его, берет какие-то формы готовые, вот, и заполняет своим содержанием. На мой взгляд, интернет-телевидение – это телевидение малых форм. Вот оно должно быть телевидением малых форм роликов, каких-то коротких мультфильмов. Может быть, с более быстрой оперативной реакцией. Может быть, с более быстрой оперативной реакцией. Конечно же, чем на федеральных каналах, мы не будем это отрицать. Ну, надо сказать, что федеральные каналы начинают, ну, видимо, чувство, в этом, кстати, позитивная вещь, которая есть в этих интернет-каналах, они начинают более реактивно реагировать на то, что происходит вокруг. Ну, к примеру, наша программа, программа «Центральное телевидение», там половина тем, а может быть, даже большее количество тем – это те темы, которые в течение недели обсуждались в интернете, в благосфере, и оттуда берут свои корни. Опять же, приведу историю с терактов Домодедова. Это первое ток-шоу, которое сразу по следам Домодедова, ну, на больших федеральных каналах, оно прошло в эфире телекомпании НТВ, это было ток-шоу Сергея Минаева «Честный понедельник». Ну, у нас прошло, например, раньше на нашем телевидении. Ну, у вас, конечно, и в этом, конечно, ваш плюс, потому что у вас совершенно другой формат вещания. Хорошо, а каким образом тогда можно организовать правильное слияние интернет-телевидения с, допустим, федеральными каналами? Вот, в последний вопрос, чисто теоретически. Ну, это приведет к тому, что интернет, какие-то сегменты интернета должны купить большие медиакорпорации, холдинги, которые у нас есть, вот, и просто интегрировать одно в другое. Ну, например, ты смотришь телевизор, одновременно можешь там участвовать в дискуссии, посылая, ну, участвовать в дискуссии посредством там СМС какого-то вещания, либо делать какие-то параллельные интернет. Ну, скажем так, интернет-версия больших каналов. Какие-то там эксклюзивчики может раньше давать в интернете. Или, наоборот, выкладывать полные версии программ. Ну, просто, как известно, там программы имеют четкий хронометраж, а там что-то не входит. Приходится вырезать. А в интернете, например, можно там полную версию выложить. Спасибо. Это был Сергей Евдокимов, заместитель директора дирекции праймового вещания, канал НТВ. Редактор субтитров А.Семкин